Призявление на стадион парашютистов с российским флагом, зажжение чаши с огнем 46-го областного сельского летнего спортивно-культурного праздника, королева спорта Горьковская 2016, а также пролог Олимпиады в Рио с зажигательными бразильскими танцами и более тысячи участников. Такую красоту без внимания не мог оставить и президент ОКР Александр Жуков, ставший специальным гостем соревнований в Омской области. В Горьковском за три дня выявили сильнейших в десяти видах спорта, такими как армрестлинг, гиревой спорт, автомногоборье, греко-римская борьба, волейбол, шахматы, легкая атлетика, городошный спорт и полиатлон. В итоге в командном зачете победила Омская область, далее расположились Таврический и Большереченский районы. Поскольку велась прямая трансляция этого праздника, попросил, чтобы мне сделали диск и обязательно отвезу в Международный Олимпийский комитет, покажу, как у нас на селе проходят спортивные игры. Я думаю, что многие коллеги мои увидят и удивятся уровню, сама церемония открытия, ну и потом, конечно, все олимпийские традиции соблюдены, зажжен огонь, прозвучали гимны, парад участников. Все на самом высшем уровне. Это просто действительно большой спортивный праздник. Незабываемым завершением торжества стали яркие выступления творческих коллективов и встречи на одной площадке талисманов Королевы спорта Горьковской 2016 и предстоящей Олимпиады в Рио, которая явилась символом преемственности и олимпийских традиций. Виктор Реденский, Телеканал Матч.